День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. И утро на Болткоме у нас продолжается. Мы неоднократно все время стараемся держать руку на пульсе и рассказывать о тех событиях, изменениях в нашей жизни, которые происходят. И вот август, который ворвался не только к последним летним месяцам в нашу жизнь, но и большими изменениями, которые происходят, отражаются на жизни буквально каждого латвийца, ряд изменений по уходу в связи с отпуском, с испытательными сроками, много изменений в законодательстве. И обо всем об этом мы попросили, может быть, рассказать и в деталях как-то из каких-то цифр и сухих юридических терминов человеческим языком рассказать Андрея Адамсона, адвоката, который с нами на прямой связи. Здравствуйте. Да, доброе утро, Андрей. Действительно, хотелось бы у вас, как у специалиста, спросить, на что обратить внимание в этих изменениях в законодательстве, которые вступили в силу с понедельника, с 1 августа. Да, доброе утро. Ну, если вы о тех изменениях, которые там в трудовом законодательстве, да, то есть вы об этом, наверное, больше не говорили, то есть я слышал, что Олег упомянул. Да, ну, есть, ну, я бы не сказал, что какие-то огромные изменения, но незначительные они все-таки есть. То есть появился в законе новый термин, так называемый, ну, скажем, ну, если раньше, ну, для того, чтобы там по уходу, скажем, я не знаю, как по-русски, апрука это, то есть это, наверное, тот, кто заживает за кем-то, да, то есть теперь появился такой новый термин отпуск по уходу, то есть за свой счет работник до 5 рабочих дней в год может посвятить родственникам, ребенку и так далее. То есть это такой, скажем, ну, появился новый термин, скажем так, просто юридически все это, ну, как это, привели в порядок, потому что так и так понятно, что люди всегда отпрашивались работы, а теперь просто это все юридически приведено в порядок, вот и все, то есть с этой точки зрения. Еще одно приятное, да, одно приятное изменение, увеличился отцовский отпуск до 10 рабочих, а не календарных дней. Ну да, то есть теперь это, если это было 10 дней обыкновенных календарных, также теперь это 10 рабочих дней, то есть получается 2 недели. И интересно еще то, что теперь это можно использовать в течение 6 месяцев, а раньше было в течение 2 месяцев, то есть, ну, после рождения ребенка. То есть увеличили срок, когда это можно использовать, то есть это, ну, более удобно, что ли, стал. Да, и, то есть получается, что теперь можно будет, удлинился этот срок, и для, что это значит для простого человека, то есть он... Ну, это значит о том, что более удобно, более, скажем, отцовский отпуск стал просто больше, просто длиннее, вот и все. То есть, если так простыми словами говорить, если раньше он был 10 дней, ну, теперь он будет 14 дней. Ну, это приятно, все-таки 2 недели, да. Если выпадет на Лига или на Новый год, то будет, может быть, и все 15, а то и там и 20. Ю-ху, гуляй, гуляй не хочу. Правда, не в этом случае, конечно, уход за новорожденным, это, конечно, тот еще отпуск. А есть еще изменения, касаемые испытательного срока. Они определяются, ну, вот, единый подход до 3 месяцев. Тут совершенно непонятно, что поменялось, потому что и так же, в общем-то, был испытательный срок при поступлении на новую службу, на новую должность до 3 лет. Причем испытательный срок, многие не обращают на это внимания, он не только для работодателя, но и для работника тоже. Работник в любой момент может сказать, нет, что-то мне здесь не нравится, пойду я дальше. А что в этом поменялось, какие нюансы в этом вот до 3 месяцев? Ну, я объясню, да. Тут больше тоже привели в порядок, потому что, я не думаю, что это была огромная проблема, тут теперь испытательный срок, теперь по закону он, ну, скажем так, приведен в порядок более конкретно. Если раньше было до 3 месяцев, и мы знаем о том, что работодатели обычно всегда ставили 3 месяца, да, то теперь в законе появилось, ну, скажем так, они раздробили этот срок, в том плане, что если договор заключается, например, до полугода, то этот испытательный срок 1 месяц. То есть не 3 месяца, если, возможно, на работу на 6 месяцев, вот, то, ну, работодатель не может теперь поставить 3 месяца проверочный срок. То есть, ну, как мне кажется, что раньше работодатели тоже, ну, скажем, если берут человека временно на работу, там, на 5 месяцев, на 6 месяцев, я думаю, что маловероятно, что ставили максимально 3 месяца срок, хотя, может, кто-то и использовал это, скажем так, ну, каким-то образом. Ну, это же такая, да, лазейка, в принципе. Лазейка, да. Пользоваться человеком и потом сказать, знаешь, ты вот нам не подходишь все-таки, мы тут подумали-подумали, потерпели тебя 3 месяца, все-таки будем прощаться, расставаться. Да. Ну, и теперь, значит, получается так, что если до 6 месяцев договор, то тогда 1 месяц, если до года договор, то 2 месяца, до 2 месяцев проверочный срок максимальный. Ну, и, соответственно, если больше года или на неопределенный срок, то тогда уже проверочный срок до 3 месяцев, как и раньше был. То есть, ну, я бы не сказал бы там огромные изменения, но все-таки что-то конкретизировали, улучшили, наверное, для всех и так далее. То есть, ну, чтобы действительно не было каких-то там таких уловок, когда взяли на 3 месяца, и все 3 месяца, например, он работает на проверочном сроке. Ну, так скажем. Ну, да, такое подвешенное состояние, оно, конечно, неприятное. А еще есть изменения, некие связанные с работой нашей дорогой, любимой, всеми уважаемой службы госдоходов по поводу, по поводу, по поводу, по поводу осрочки задолженности по налогам. Ну, здесь, в принципе, понятно, форс-мажорные обстоятельства просто сыпятся как из мешка, то есть, а сейчас мы видим, что и у людей в осенью финансовые, возможно, будут какие-то, ну, сложности с выплатой там. Да, и тут и ковид, и все. Да, тут я могу прокомментировать, да. То есть, да, теперь появилась, ну, скажем так, эта возможность, она раньше была, только раньше ее нигде в законе ее не оговаривали, да. Теперь, по крайней мере, это и есть в законе, чтобы не оставлять это, ну, скажем так, на волю инспектора, скажем так. Если у человека, ну, или там, у компании есть соответствующие долги по налогам, и у него есть график, да, то ввели такой пункт о том, что если появляются форс-мажорные обстоятельства, то есть, это может быть любые обстоятельства, да, это может быть ковид, это может быть какие-то там, вот, действительно, скачки там каких-то по поводу, там, энергии. Ну, то есть, это, в принципе, могут быть абсолютно любые обстоятельства, которые повлияли на этот график, и в этом случае человек может просить еще раз продление до пяти лет. То есть, это значит, что если, скажем, возникают сложности с оплатами по графику, да, и человек может объективно это доказать, я не знаю, как это будет на практике, конечно, работать, да, то есть, человек сможет показать и доказать, что вот, у меня, я не могу выполнить график по такой-то, такой-то причине, там есть условия, он должен, естественно, не просто об этом сказать, он должен написать заявление, приложить документы об этом, то есть, он должен доказать, что эти обстоятельства вообще наступили. Вот, ну, в этом случае финансинспекция принимает во внимание вот эти обстоятельства и продлевает срок, дает возможность человеку рассчитаться. То есть, ну, я считаю, что это хорошее, такая, скажем, хорошее нововведение, потому что раньше такой возможности как таковой не было. То есть, люди, естественно, могли раньше точно так же просить, да, но в законе этого не было, и это все на усмотрении оставалось инспектора. Продлевать, не продлевать, там, и так далее. Это, конечно, очень приятная новость и замечательное уточнение, но вот что слегка напрягает оговорочка, что подобная возможность появилась у всех добросовестных латвийских налогоплательщиков. Есть ли какая-то расшифровка, кто считается добросовестным? Ну, дело в том, что там, вот, как я уже сказал, вопрос добросовестности, вот это вот и есть тот момент, который будет у нас, соответственно, оцениваться, да. То есть, во-первых, тебе нужно будет обязательно в этом случае доказать, да, о том, что ты вообще сможешь в будущем это сделать. То есть, это нельзя просто, как я сказал, написать заявление, и вот там, в связи с тем, что там где-то что-то взорвалось, там, условно говоря, вот я из-за этого не могу платить. Да, то есть, это, естественно, нужно доказать будет. То есть, это, соответственно, ты должен показать, приложить свои балансы, отчеты, указать, почему ты не можешь сделать это, да. И должна быть какая-то связь между какими-то событиями и твоими графиками. То есть, ну, нельзя просто так сослаться на какие-то обстоятельства. Поэтому недобросовестность – это то, что будет оцениваться. Соответственно, как я уже сказал, если человек просто придумает какой-то повод, то это не будет основанием для того, чтобы это сделать. Насчет, я думаю, пенсионеров, которые, может быть, сейчас нас слушают, досрочной индексации пенсии. Что здесь, какие изменения произошли? Ну, насколько я знаю, о том, что будет индексация, она будет просто раньше сделана, насколько мне известно. Ну, возможно, это связано просто с выборами, да. То есть, ну, я не могу вам точно сказать, какая она будет, потому что я не экономисту. Вам, скорее, специалисту надо будет из службы госдоходов, который вам прокомментирует, сколько там будет на отбавке. То есть, мне очень трудно это вам сказать. Ну, вроде в сентябре обещают уже в увеличенном, индексированном виде будут надбавки. Просто раньше. Если раньше это было позже, ну, скажем так, обычно это позже, то, возможно, сейчас к выборам просто сделают это раньше и проиндексируют. Да, возможно, это связано также и с тем, что будут энергоносители у нас дорожать. То есть, уже дорожают, скажем так, уже с августа начинают дорожать. Ну, в принципе, я думаю, что для людей пожилых, которые живут действительно на пенсию, для них это хорошие новости. А заканчивается переходный период по депозитной системе ТАРы. И вот что сейчас, как будет все происходить по закону? Ну, по закону получается о том, что те, кто переходный период заканчивается с 1 августа и до 31 июля, все магазины, все торговцы должны были уже перейти на депозитную ТАРу. То есть, если, скажем, я видел, что были жалобы, что люди покупают товар, который еще не депозитный, без наклейки, который сдать нельзя и так далее. То есть, я эти жалобы тоже видел. Но с 1 августа, я так понимаю, что будут усиленные проверки по торговцам пойдут, да, о том, чтобы ТАРа уже должна быть вся промаркирована на данный момент. То есть, переходный период закончился, поэтому уже надо переходить нам всем на этот депозит. И это касается как стеклянных бутылок, так и PET-бутылок? Да, так и PET-бутылок, да, так и банок и так далее. Да, всех. Ну, еще стоит обратить внимание, это в основном касается жителей приграничных районов, что с 1 августа приостановилось действие соглашения между Латвией и Россией об упрощенных взаимных поездках между жителями приграничных регионов. С 24 февраля, ну, точнее, чуть позже, но из-за событий 24 февраля приостановлена выдача виз, в том числе приграничных российским гражданам во всех латвийских дипломатических и консульских представительствах за рубежом. И, в свою очередь, в связи с решением закрыть латвийское консульство в Обскове, выдача приграничных разрешений тоже больше невозможна, потому что это было единственное дипломатическое и консульское представительство Латвии за границей, которое выдавало такие разрешения гражданам России. И тоже стоит обратить на это внимание жителей приграничных районов. Да, да, ну, вы уже, в принципе, сами все сказали, здесь же комментировать нечего, то есть об этом уже мы все знаем, то есть само соглашение, насколько я знаю, оно отменено не было, то есть само соглашение как таковое, оно пока еще в силе, но... Ну, действие приостановлено, да. Да, и в связи с этим, соответственно, по факту оно не выполняется, да, причем с обеих сторон это пока просто невозможно, да. Ну, и дополнительно Александр также не упомянул, то есть есть изменения в законе, которые, скажем, коснулись, ну, я бы сказал, многих жителей Латвии, особенно тех, которые там живут близко к границе, которые туда ездили, там, я так понимаю, там, за продуктами, там, в Белоруссию, там, ездили при приграничной зоне, и я знаю, что многие, скажем так, и в Латгалии тоже там ездили, закупались и топливом, там, и я так понимаю, что там и сигаретами, можно было... Сейчас также вступили поправки, да, о том, что по поводу частоты поездок их снизили, то есть если раньше они были раз в неделю, то теперь они раз в месяц могут быть, да, и поэтому ограниченное количество. Это и поправки, мне кажется, были, и в новостях они тоже были, наверное, люди тоже, если не успели это посмотреть, обязательно пусть посмотрят, потому что могут быть неприятности на границе с тем, что там в том числе ограничено и топливо, и проверяют по поводу того, чтобы ты слишком много не набрал и так далее. Ну да, это же касается ещё и провоза различных товаров, особенно табачных изделий и алкогольных напитков. Да, и вот я хочу заметить, что ещё, по-моему, один нюанс введён, потому что пытались, ну, для того, чтобы нельзя было обойти закон, что сегодня выехал, например, муж, а через неделю поехала жена затовариваться, по-моему, там... За мужем. За мужем. Но речь идёт о том, что на одном транспортном средстве нельзя будет проезжать, ну, то есть использовать одно и то же транспортное средство. Они следят за этим в том числе и для этого, в том числе они указывают для семейного пользования, поэтому, по сути, ну, я не знаю, как там по поводу будет ли признавать там брата, допустим, да, семьёй, но если муж и жена, то это считается одна семья, и, соответственно, привести там, провести что-то там для семьи, если едет муж и жена, то это, да, это будет пристекаться. На это тоже стоит внимание обратить. Как часто вообще происходят изменения в законах, вот такие вот большие, когда мы говорим, что вот, там, условно говоря, с 1 января мы будем жить по-другому, и что-то вот кардинально меняется? Ну, это, наверное, зависит от законов и вообще от необходимости, потому что, вы знаете, есть, бывают поправки, которые нужно принимать моментально, ну, как вы все знаете о том, что бывает, что даже в воскресенье соберутся, примут, да, в понедельник вы все проснулись в новой стране. Сами это прекрасно знаете, бывают и такие поправки, да, вот, но если мы говорим об обыкновенных поправках, да, то есть скорость их принятия зависит от необходимости. Соответственно, если, ну, скажем так, законодатель, так назовем, 7 видит о том, или кабинет министров видит о том, что вот есть определенная сфера, которая требует вмешательства, то такие поправки довольно часто происходят, да. И если вы, допустим, ну, если за этим следите, это даже, наверное, невозможно, потому что каждый день, ну, я бы сказал бы, то есть принимается что-то новое, и периодически бывает о том, что вот какое-то первое, там, допустим, августа или первое сентября, то есть происходят изменения в ряде законов, не только в одном, то есть эти изменения происходят постоянно, то есть все это постоянно меняется, да, то есть, и, соответственно, каждая сфера, она, ну, скажем, находится в постоянных изменениях. Если, допустим, говорю о простых законах, основных, скажем так, которые там еще были давно-давно там приняты в 40-х, в 30-х годах, да, то есть их тоже постоянно меняют, их тоже постоянно модифицируют, подгоняют под сегодняшние реалии и так далее. Ну, понятно, что юристы, например, следят за всеми этими изменениями законов, это их профессия, работа, латвис в эснасе стоит на полке, а обычный человек, как он, ну, то есть вот незнание закона, понятно, что не освобождает от ответственности, но как обычному человеку следить за всеми вот этими изменениями? Ну, смотрите, если человеку интересно или он хочет за этим следить, да, то есть, ну, можно специально заходить на портал, портал lykumi.lv, на этом портале, насколько я знаю, то есть, может быть, не ежедневно, то есть, ну, я не знаю, как часто, но по мере принятия законов тех или иных появляются эти все новшества, и человек может следить. Ну, естественно, все это на латышском языке. Соответственно, ну, также следить за какими-то новостями. Есть, ну, скажем так, порталы, в том числе, там, mixnews.lv и так далее, которые держат в курсе, скажем так, простых людей, там, ну, скажем так, простые изменения, которые касаются именно людей, да, потому что, ну, большинство законов, они же тоже, они же часто, ну, скажем так, не влияют на нашу ежедневную жизнь, они влияют на какие-то отдельные области, да, да, поэтому, ну, как следить, то есть, из чего хочет, он может вот в интернете за этим можно постоянно следить. Спасибо огромное за упоминание, mixnews.lv. Андрей Адамсон, адвокат, был с нами в эфире, мы обсудили новости законодательства, то, что в Латвии изменилось с 1 августа. Андрей, огромное спасибо, хорошего дня и на связи, до свидания. У нас небольшая пауза в эфире, после новостей мы с Олегом вернемся и у нас опять чайный конкурс, не пропустите последний раз на этой неделе.